Всем привет, друзья! С вами Дима Ванпойнт, и сегодня у нас снова мобильный рейсинг, причем максимально свежий. Эта игра еще не вышла, она только в стадии альфа-тестирования. И сегодня у нас Real Racing Next, и мои первые впечатления от этой игры. Доступна она у нас только пока что, если говорить про Google Play, только в Австралии. На iPhone она еще недоступна, на iOS, поэтому у нас альфа-тестирование идет только на телефонов под управлением Android. Ну и в общем-то я на своем OnePlus 7 Pro это скачал. Как скачать, скажу в конце серии, ну а пока погнали смотреть. Всем привет, меня зовут Александр Смолер, я пилот программы SMP Racing, выступаю в Формуле 3. 19 сентября я приму участие в Кубке RAV на симуляторе Ассета Корсака Эмбисионе и буду стримить это на канале SMP Racing. Приходи посмотреть, ссылка в описании. Конечно же, такое просто нельзя пропускать. Поэтому обязательно подписывайтесь, все ссылочки находятся в описании под видео. Нас сразу же приветствуют и да, мы наконец-то в Real Racing Next и это Early Access, ранний доступ. Ну да, я наверное буду все-таки управлять наклоном телефона, чтобы поворачивать. Да, окей, конечно же тут небольшой вот тут рел у нас, типа как нам ехать. И смотрите-ка, а что, нога сжать не надо? Да, нога сжать не надо, все то же самое, как у нас в Real Racing 3 и... Ну по графике я бы не сказал, что здесь какое-то офигенное разрешение. Так, тормозим, немножечко притормаживаем, притормаживаем этапами по экрану и едем мы на Porsche Cayman GTS 718, если быть точным. Это кузов у нас, оттормаживаемся. Слушайте, ну на самом деле на моем OnePlus 7 Pro идет вообще по-моему шикарно, единственное я не знаю как запишется экран, потому что экран бывает записывается с лагами. Но просто поверьте, поверьте моим словам, если я говорю, что игра идет без лагов, она идет без лагов, пускай у вас на экране она может быть сейчас немножечко с лагами. Ничего себе, у нас тут даже небольшой занос только что был, нифига себе. Так, немножечко оттормаживаемся и прикольная музычка у нас на заднем фоне и сразу же вы можете заметить, что у меня пофикшены надписи. Да, дело в том, что некоторые ребята, которые в раннем доступе играли в эту игру, у них была проблема, что не было этих английских надписей в меню и там все очень странно отработало. Опять же, в конце серии расскажу, что и как делать. Ну и конечно же, первая гонка у нас комплит, отлично, мы прошли, ну и нам тут рассказывают, что нужно забирать трофеи, нужно проходить гоночки и вот так вот у нас выглядит это начальное меню. Блин, ребят, слушайте, ну графон я могу сказать, что очень даже неплох, я бы не сказал, что это прям фантастика, но тем не менее, тем не менее это очень даже ничего себе так выглядит. Так, я хочу сразу же посмотреть, можно ли еще круче графон намутить и нет, зато можно переставить на километры в час, можно поменять линию и куда бы нам поехать. Но нам предлагают поехать в гонку, окей, хорошо, я бы конечно лучше бы посмотрел бы на машинке, но тем не менее, если как-то у нас все вот так происходит, хотят, чтобы мы сразу поехали в заезд, мы поедем в заезд. Сопротивляться этому мы не будем и вот он наш GTS Porsche 718 GTS и поскольку я там был один в предыдущей гонке, игра как-то, ну, шла окей. Сейчас посмотрим, как она у нас будет идти вместе с соперниками и знаете, что я могу сказать, идет вообще хорошо. То есть вот это альфа-тестирование, оно явно направлено на то, чтобы протестировать, ну, в принципе, игру, как она вообще работает, да, плавно-неплавно, все дела, на каких телефонов там и так далее. Для этого это все сделано. Единственное, что вот этот альфа-тест, как я уже сказал, он почему-то у нас недоступен в России. Как я уже говорил, вообще, в принципе, зарегистрироваться на этот альфа-тест можно только в Google Play, по-моему, австралийском или новозеландском. Короче, в пару стран всего лишь пока что идет этот альфа-тест, ну и, как всегда, Россия у нас мимо лесом проходит, поэтому пришлось обходными путями это все делать, чтобы эту игруху поставить. И что такое, почему у нас Мунус так от нас уезжает? Мунус, подожди, пожалуйста, меня, у нас тачки вроде с тобой одинаковые, сейчас мы должны доехать. Тебе давай, братан. Новый сектор... Что? У меня бест-сектор только что был, ничего себе. Ну, новый бест-сектор. Окей, хорошо, немножечко здесь тормаживаемся. Слушайте, ну геймплей на самом деле такой, максимально кузальный, понятное дело, что я с максимальными помощниками сейчас играю, да? По сути, нам нужно только тормаживаться в поворотах и ехать более-менее по траектории, и все, и тогда будет все окей. Ну и, конечно же, максимально плавно поворачивать, как это вообще возможно. Слушайте, а вот я на самом деле сейчас оттормаживаюсь, а вот мне интересно посмотреть. А если я не буду тапывать по экрану и не буду оттормаживаться, то что будет? А, машина тормозит сама. Все, я понял. То есть, в принципе, по экрану можно даже и не тапать. Тачка вполне себе сама оттормаживается. То есть, можно сейчас вообще ехать на максимальном челе, на максимальном расслабоне. Просто так, фигак. Тебе ничего не надо, ты просто управляешь наклонами своего устройства, и на экране у тебя отображается твой Porsche, который поворачивает, благодаря твоим же наклонам. Это прикольно, но... Что я могу сказать? Что-то мне, знаете, немножко как-то грустновато и скучновато. Мне, знаете, чего не хватает? Вот Real Racing 3 очень прикольное ощущение скорости, когда у тебя немножко уходит машина вперед, и экран как будто так слегка размывается. Здесь у нас, в принципе, за счет широкого угла камеры неплохо. Кстати, давайте посмотрим, какие у нас доступны камеры. Так, вид от капота есть. Так, вид из салона. Немножечко долго прогружался, и из-за этого я его случайно пролесну. Ну ладно, у нас в следующей гонке мы посмотрим на вид из салона. И, кстати, как я сказал, хоть и мне не хватает немножко ощущения скорости, но посмотрите, у нас грязь от покрышек остается на автомобиле. Это очень и очень неплохо. Нам говорят, что мы тут трофи какие-то взяли. Так, amateur pack. Но, понятное дело, что здесь будет микротранзакции. Не ждите того, что у нас тут ничего таких вещей не будет. Да, конечно, все будет. Все будет, поэтому у нас прокачка микротранзакций. Это все на своих местах, как обычно в мобильном гейминге. По-другому никак. Поэтому вот мы тут зарабатываем трофеи. Говорят нам зайти в гараж и немножко апгрейднуть машину. Ну, я так понимаю, что такая же механика, как в асфальте, походу. Потому что ты заходишь, апгрейдишь тачку и у тебя ее рейтинг растет. Ну, окей. Давайте нажимаем апгрейд. И да, да, да. Точно такая же механика. Мы выбираем пункты, которые нужно апгрейднуть. Вот это можем, вот это можем апгрейднуть. А, то есть мы сначала выбираем, что. Вот мы ставим плюс, что мы можем апгрейдить. Ну, 3500 тут потратили. Немножечко топ-спид прокачал у своей машины. Кстати, можно ее полистать туда-сюда, повертеть. Но что-то она тут не вертится. Может быть, они еще пока не сделали поддержку этого. Потому что, ну, крутится она сейчас просто на автомате. Пальцем я ее повозюкать туда-сюда не могу. И на наклоны устройства тоже никак это не реагирует. Ну что же, погнали в еще одну гоночку. Мне хочется посмотреть на вид от первого лица. Итак, это у нас следующий заезд. Вот он снова, наш 718-й GTS в желтом цвете. Надо было бы зайти, просто посмотреть на его тюнинг, перекрасить. Так, вид, 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 вид. Давайте, вот. Вот у нас вид от первого лица, из кабины. Слушайте, ну, интересно это все дело выглядит, на самом деле. Я могу вам сказать. Мне, вот мне, честно, не хватает просто тупо разрешения. Сделано это, наверное, все-таки специально. Потому что у нас идет еще пока что альфа-тест. И логично, что нужно, чтобы на максимально большом количестве устройств это все дело работало адекватно. Но, если говорить про системки... Блин, странно вообще про мобильную игру говорить про системки. Да, странная немножко тема у нас получается. Но, тем не менее... Ой, ё-моё, вылет с трассы! Ничего себе! Бывает. Так, бывает. Надо, наверное, как-то поаккуратнее, да? Все-таки на вид от третьего лица переключить. Потому что мне что-то от первого на телефоне играть не совсем комфортно. Трасса у нас все одна, та же самая. Сколько по ней можно кататься? Ну, ладно. В общем, насчет системок. Процессор здесь требуется нормальный. Сразу же говорю, ссылки на откуда скачать я, конечно, в описании для вас оставлю, чтобы вы скачали, себе поставили. Там немножечко геморроя, но вы, в принципе, инструкцию почитайте, поймете, как это что делать. Это все не так сложно. И самое главное, что никаких рут-прав ничего тебе ставить не нужно. И это, наверное, одно из самых удобных. Потому что рутовать свой OnePlus я точно не хотел. Вот. И системки довольно-таки требовательны. То есть смартфон у вас должен быть реально неплохим. Тогда игра будет идти вообще замечательно. Опять же, это, наверное, очень странно звучит, когда я говорю про игра идет замечательно, когда, скорее всего, запись экрана у меня подлагивает. Но тут, вот, к сожалению, на OnePlus вот такая вот запись экрана. По-другому, я не знаю. Ребят, если у вас есть какие-то приложения крутые для записи экрана смартфона, которые умеют записывать хорошо, без лагов, звук происходящего на экране и сам экран, то посоветуйте обязательно мне в комментариях. Я это все посмотрю. Если будет что-то интересное, то даже поставлю свой авторский лайк, чтобы, если чего, другие ребята тоже могли заценить эту приложеньку. Потому что я кучу приложений перепробовал для записи экрана. И уже даже подумал, что надо бы себе купить HDMI кабель к телефону, чтобы можно было картинку записывать через карту видеозахвата. Но в итоге там оказалась система достаточно печальная. И нормально через карту видеозахвата картинка, по крайней мере, с OnePlus не записывается. То есть тебе нужно максимально специальное устройство для этого, чтобы можно было адекватно записывать картинку. Такие устройства, кстати, были от Nvidia, которые назывались Shield. Вот там можно было картинку прикольно через HDMI записывать. На обычном телефоне, к сожалению, но, по крайней мере, на OnePlus у меня это не получается. Поэтому, как я уже сказал, приходится через встроенные средства это все делать. Итак, мы заработали немножко денег, мы заработали трофеи, и теперь у нас нужно зайти посмотреть спонсорство. Да, я тут что-то прошел по спонсорству. Интересно. Давайте еще раз там пнем. Опять секунду, опен. Confirm, еще. Окей, confirm. У нас можно что-то еще забрать. Так, паки опять я вижу. Открываем. Amateur pack. И здесь у нас снова какая-то чинилочка. Ну, пока что, честно говоря, не совсем понимаю, что происходит. Ну, обычный такой мобильный гейминг, где у нас есть всякие пассы. Вот, у нас уже фри пасс, премиум пасс. Ну, короче, микротанзакции во всей красе, без этого никуда. Заходим в гараж, и у нас здесь что нам предлагают? Сейчас можно апгрейднуть тачку, поскольку я набрал нужное количество ключей. Ну, давайте посмотрим, что это за апгрейд тачки у нас будет. Ага, то есть мы можем опять прокачать какую-нибудь эту характеристику. Ну, давайте acceleration я себе немножко прокачаю здесь. В принципе, можно, наверное, что-то еще прокачать. Ну, давайте. Ага, то есть нам нужны не только деньги, а нам еще нужны вот эти гаечные ключи, чтобы прокачивать автомобиль. Интересно. А что у нас по тюнингу получается? Я так понимаю, что тачки внешние у нас никак вообще не тюнингуются. Никакого внешнего тюнинга в этой игре нету. И, черт возьми, это печально. Давайте посмотрим хотя бы на автопарк, который у нас тут присутствует в раннем доступе. И машин явно немного. Прям очень немного. Поэтому у нас получается, что мы так чисто заходим. Зацените графони. Зацените, как у нас эта игра, в принципе, идет. Потому что пока что я тут никакого-то великого геймплея не вижу. Два круга нам нужно будет проехать. И трасса стала мокренькой. Слушайте, вот это уже интереснее смотрится. Вот тут графончик уже проявляется. Вы посмотрите. Отражение машин. Охренеть. Вот это мне уже нравится. Слушайте, ну если так посмотреть, то по сути эта графика, знаете, как какой-нибудь Forze Motorsport 7 в 720p на минималках там. Ну, с какими-то включенными определенными отражениями. Например, вот отражениями в водной глади, да. То есть, блин, прикольно, что у нас как-то графика уже начинает на мобильных устройствах приближаться прям к консольному геймингу, по сути. Потому что, ну, вот этот графон, ну, явно уже даже немножко перескахал Xbox 360, я вам могу сказать. Но не сильно, конечно, да, не сильно. Понятное дело. Но приближается уже к Xbox 360 и PlayStation 3. И вот это мне нравится. Вот это мне явно очень нравится. Так, нужно аккуратненько это все проезжать. Естественно, мы замедляемся, когда выезжаем на обочину, едем по траве. Это все понятно. Но мне самое главное сейчас обойти этих супостатов, да. Так, отлично. Ну, тут я проеду как алкаш. Почему бы и нет? О, чё, 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 немножко вылетел. Слушайте, ну, по физике вот сейчас даже вот в самом легком режиме она чувствуется. То есть я чувствую, что у машины есть вес. Я чувствую, что ее может занести, если я сделаю какие-то неправильные вещи. Да, если сравнивать с отсетом Corsa Mobile, здесь у нас нету вот этой вот фишки, что, типа, если вдруг ты чё-то вообще неправильно сделал, то ты сразу улетаешь в хусты. Да, здесь такого и нету. Здесь такая более податливая физика. Но если, опять же, говорить про физику, то, ребята, Real Racing 3 далеко в физончик от этого всего дела не ушел. Но больше, наверное, приятнее всего здесь вот графика. Но, как я уже говорил до этого, чёрт возьми, а почему разрешение-то не накрутили? Нет, ну я, опять же, как, я уже, блин, повторять буду 10 раз. Я понимаю, почему они не накрутили разрешение. Но могли бы хотя бы добавить пункты, если тебе вдруг хочется прям вот по хардкору свой телефон испытать, да, и исключить какое-то повышенное разрешение, да, чтобы не видеть вот эти лесенки на моделях, было бы вообще круто. Но почему-то такую функцию они не добавили. Но я так понимаю, на релизе, наверное, это всё дело будет. Пока что идёт у нас альфа-тестирование, когда игра зарелизится, я, честно говоря, не знаю. Об этом нигде не написано, нигде не сказано, по крайней мере, я не нашёл. Если вы вдруг знаете, то обязательно это пишите в комментариях. Ну а пока что по геймплею, ребят, ну, я думал, что у нас будет сейчас, по сути, тайм-триал. Я думал, что мы просто поедем одни против таймера. Но здесь, как видите, какой-то странный у нас заезд немножко был. Мы всё-таки ехали против соперников. И мне, в принципе, нужно выполнить тут небольшие челленджи. Тут выиграть 5 гонок, сделать драфт, сделать обгон 12 соперников. Но я это всё, кстати, прошёл, поэтому давайте заберём вот эту вот ачивочку. И сразу же у нас опять amateur pack открылся. Окей. Ну, точнее, он, видимо, откроется потом. Давайте, спонсор-пасс, зайдём. Да, вот у нас ещё один pack. Опять же, открываем паки. Чем больше паков, тем быстрее мы сможем прокачать наш автомобиль. И 11500 нам бачей дали. И теперь мы можем опять взять и просто прокачать свой автомобиль. Ну, это жесть. Так, у нас открылся новый заезд, я так понимаю. Да. Мы открыли новый event. И у нас даже два новых event, я так понимаю. Но нам предлагают пойти вот сюда. Окей, хорошо. И здесь у нас Circuit of America. Вот тут, наверное, мы сейчас будем ехать одни. О, слушайте, трасса выглядит потрясающе. Мне очень нравится. Камон, это выглядит прям реально круто. Это, по сути, вот сейчас можно говорить, что реально Forza Motorsport для мобильных телефонов. Ну, потому что она выглядит красиво. Она не очень так требует к себе какого-то дикого внимания, чтобы ты там каким-то проигроком мобильным был. Супермобильным геймером, чтобы в эту физику въезжать. Потому что, как вы знаете, я на телефоне вообще нифига не играю. Но, тем не менее, смотрите, все просто на изи. Просто на изи. Догоняем. Блин, какой графон здесь. Опять же, подкачивает только разрешение. Вот это да. Но в целом, посмотрите на текстуры. Посмотрите на трассу. Охренеть. Да дай проехать, корвет, блин. Дай про... Дай проехать, сволочь. Ты что такой говнюк, а? Вот, все нормально. Жопку убрал. Все стало хорошо. Вот что ты? Давайте назад посмотрим. Блин. Слушайте, мне определенно нравится эта графика. Немножечко у нас там пролагивания были, но, тем не менее. Блин, красота, ребят. Просто красота. У меня нет слов. Мне эта игра определенно нравится. Мне определенно нравятся тут заезды. Единственное, да, конечно, не приходится с машиной вообще никак бороться на максимальных помощниках. Но можно это все и понизить, как бы. Блин. Мне просто офигеть, как нравится графон. Единственное, про что я здесь хочу рассказывать, это только про графон. Потому что он здесь потрясающий. Давайте сейчас на этот графон посмотрим с видом из кабины. Ну, слушайте, а все отражения в кабине у нас также проработаны. Вот, знаете, я на самом деле не хотел нахваливать игру, потому что я думал, что она у меня очень хреново пойдет. Вот, там будет какое-то хреновое разрешение и прочие такие вот вещи. Но она идет более чем достойно. Это при том, что у меня параллельно идет запись экрана. А запись экрана как-никак грузит у нас процессор. И при этом, кстати, вот что еще хотелось сказать. Это альфа-тест. Это у нас неоптимизированная еще игра, как вы понимаете. Опа. Что это у нас тут? Подвесончики пошли. Изюм. Я ничего не делал, а подвесончики пошли. Ну ладно, бывает все-таки альфа-тест. В общем, что хотел сказать. Телефон сильно не греется. То есть, понятное дело, что обычно, когда у тебя какое-то неоптимизированное приложение, оно может раскачегарить твой смартфон до хрен знает каких градусов. И у тебя потом телефон может начать тротлить. Но здесь такое не происходит. Здесь все вообще у нас офигенно. Без всяких проблем. Но, опять же, я не знаю, какая получится запись экрана смартфона. Может быть, она будет с подтормаживанием. Но у меня на моем экране сейчас ничего, вообще никаких лагов нет. Это просто прекрасно. Итак, что? Мы открыли новый автомобиль, друзья. Это Corvette Stingray C7. Давайте возьмем этот пак. Давайте откроем машину сразу. Блин, деньжат сыпают вообще хорошо. Но я хочу забрать Corvette. Tap to continue. Блин, я думал, что у нас будет какая-то крутая презентация автомобиля. Но нет. Нам просто вот эту вот картиночку показали. Типа, чувак, забирай свою тачку. На, блин, тут куча всего. Просто куча всего можно забирать. Меня прям просто засыпают наградами. Но, опять же, это у нас все еще альфа-тестирование. Поэтому логично, что нас будет осыпать всеми вот этими вещами. Блин, вот мне хочется тапнуть и посмотреть свою машину. Но я этого не могу сделать. Поэтому я могу только зайти вот так в гаражик и вот так вот посмотреть на этот Corvette. Ну что же, друзья. На этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр Real Racing Next. А если вы хотите узнать, как его установить, то все просто. Заходите на один из запрещенных сайтов. Я оставил на него ссылочку в описании. Точнее, ссылочку в описании на мою телегу. Потому что вы сами знаете, где мы живем. Вот. И там будет вся инструкция написана. Поэтому просто переходите, подписывайтесь на мою телегу. И все. И все будет знать, как устанавливать эту прекраснейшую игру. В общем, всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал. Нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а лайк, я надеюсь, вы уже поставили. Всем огромное спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok